Большое спасибо. Хотелось бы рассказать вам о том, что мы пытаемся делать в Австралии, и о том, какие существуют варианты лечения. Я хочу сказать, что правительство вносит большой вклад в дело скрининга и программах оценки, и, безусловно, большое внимание уделяется критическому осмыслению. И что касается лучшего доступа к скрининговому раку груди, когда мы смотрим на скрининговую деятельность, когда мы смотрим это в комплексе с лечением, это, естественно, задается вопрос, каков этот процесс, каковы временные промежутки, какова эффективность и каков ответ на скрининг, каковы реакции. В Австралии не так много населения, но очень много случаев рака зарегистрировано. Я думаю, что столько же трудов, сколько и людей, заболевших раком. И у нас полный охват всех видов рака груди. Ну, и, конечно же, сейчас существуют регистры, национальные регистры, и, соответственно, существуют сейчас национальные данные, банк национальных данных. Мы собираем, соответственно, данные, у нас существует минимальный набор на уровне национальных регистров. Мы смотрим на данные, на смертность, мы смотрим на гистологический тип, на тип опухоли, на характеристики человека, сколько ему лет, где живет, где родился и так далее. У нас нет ничего в регистрах по раку, по стадиям, по кормобидности, по паттернам лечения, по времени до рецидива, по токсичности, ничего подобного. Хотя, нам, конечно, нужны такие данные, чтобы видеть всю эту картину целиком. У Австралии достаточно высокая частотность возникновения рака груди, в два раза больше, чем в среднем по всему миру. И мы считаем, что это связано с так называемым западным образом жизни. И мы говорим также еще о том, что наши данные, конечно, коррелируются с общими глобальными тенденциями. Достаточно высокий уровень смертности по сравнению со всеми западными странами. Это приблизительно 9% от всех средних цифр. И достаточно, мы можем сказать, что на 100 случаев у нас достаточно приличные цифры в отношении уровня смертности. Это связано с достаточно благоприятными и хорошими результатами лечения и процентами выживаемости. Это наши данные из нашего регистра, которые показывают временной интервал. Мы видим увеличение приблизительно 40% с 1980 года увеличения частоты возникновения рака груди. И здесь вот видно, что имеется тенденция к повышению. А может быть, это связано и с программами скрининга, или, может быть, с программами гипердиагностики. Достаточно стабильный процент уровня смертности приблизительно в рамках 30%, начиная с 1990 года. Ну, если мы посмотрим на красную колонку, это процент выживаемости, то стандартизированный приблизительно интервал 5 лет. И когда мы сравним, например, с реферативными исследованиями, которые были проведены в Швеции, у нас такое ощущение, что наши результаты, программы скринирования и лечения, то, что мы получаем из наших регистров, достаточно приличные и достаточно удовлетворительные. На этом слайде я хочу показать 5-летний процесс выживаемости женщин с раком груди. Это данные нашего регистра 2006-2010 года. Мы рассматриваем непосредственно коренное население Австралии. И мы должны отметить, что в отдаленных зонах Австралии, где низкая плотность населения, данные намного хуже, поскольку нет достаточно широкой доступности к лечению и скринингам. Это наши регистрационные данные скрининга, популяционный уровень. Мы можем показать, действительно, мы определяем целевую группу населения, те женщины, которые должны пройти непосредственно данные скрининга. И здесь слайд показывает показания. Мы также говорим о гипердиагностике. Мы, конечно же, тоже беспокоимся о гипердиагностике. И вот это наша технологическая карта, или так называемый алгоритм, по которому мы проводим скринированную программу. Где-то от 14%, если, например, мы включим сюда DCIS, это те проценты, которые подвержены гипердиагностике. Но специалисты направляют пациентов на скрининг, особенно если имеется семейный анамнез. В данном случае мы говорим о гипердиагностике только в рамках 1%. Но это очень сложная область для исследования. Уровень смертности. Ну, приблизительно те же данные, которые я только что показала, и то, что показывали наши финские коллеги, это приблизительно 40%, извините. Это обзидационные данные, наблюдательные данные. Необходимо обязательно произвести взаимосвязь между этими данными скрининга и нашей базой данных. Мы сейчас расширяем нашу базу данных, включая сюда клинические регистры. Мы сталкиваемся сейчас с увеличением органосохраняющих операций при раке груди. Это большой проект, которым сейчас мы занимаемся. У нас есть вопуляционный регистр рака груди. Мы получаем туда электронно-патоморфологические заключения. Эти данные используются вместе с обязательными отчетами, обязательными отчетами о смертности для того, чтобы нам включить в эту базу данных стадирование по ТНМ, которого сейчас нет. У нас есть вопуляционный регистр, а затем стадированная информация, также биомаркеры, прогностические индикаторы, которые мы получаем от отчетов патоморфологов. Мы пытаемся интегрировать всю эту информацию, включить ее в базу данных. Данные все связаны непосредственно между различными стационарами, и данные доступны для частных стационарах. У нас также имеется информация о сопутствующих заболеваниях у тех женщин, которые страдают раком груди. Также у нас поступает туда информация о медицинской страховке. Мы получаем эту информацию из стационаров и непосредственно от населения. Мы смотрим на хирургическое вмешательство данной, на хемотерапии, также те женщины, которые прошли через лучевую терапию. Также здесь информацию мы получаем о дозах и от степени облучения. Мы связываем все эти данные, интегрируем эти данные для того, чтобы получить так называемую оболочку данных. И качество всех данных проверяется проверяется с помощью регистра, популяционного регистра, так называемого клинического регистра. Что мы сейчас можем делать? Если все будет работать так, как мы пытаемся сделать, то есть, прежде всего, паттерны лечения, специфические паттерны непосредственно стадирования по ТНМ, мы будем включать туда данные о протоколе, о рекомендованном протоколе, о том, какой процент коренного населения страдает данными заболеваниями. Мы разрабатываем систему, во-первых, отслеживания таких пациентов, наблюдения, и здесь же будут включены данные в отношении токсичности после проведенного химиотерапического лечения. У нас имеются различные прототипы. Это, в частности, регистр, который создается в отношении рака легких, не мелкоклеточного рака легких. Эти данные мы получили в интервал 2003-2007 года. Также еще один регистр, это комплиентность пациентов в отношении клинического лечения и протоколов. Мы пока не опубликовали прототипные данные в отношении рака груди. Мы сейчас занимаемся вопросом финансирования. Мы ожидаем, что финансирование будет представлено. Также мы будем говорить о скринировании населения и, прежде всего, увеличении участия населения в скринированных программах скринирования. В отдаленных территориях мы не проводим органосохраняющие операции, поскольку, как уже было сказано, к сожалению, невозможно отслеживать этих пациентов. Если, например, производится мастоктомия, то процент реконструктивных операций не очень высок. А какие же другие моменты? Это просто, например, в сельских местностях или в отдаленных зонах. Это недоступность системы. Мы также собираем информацию от населения, от их ощущениях, от их ожиданиях. Эта платформа, которую я говорю, которую мы разрабатываем, с моей точки зрения, хорошая платформа для того, чтобы рассмотреть и оценить, как функционирует программа. Также непосредственно данная база данных будет полезна для разработки более полезных протоколов лечения и отслеживать эффективность проводимых мероприятий. Дополнительных случаев рака молочной железы или смерти из-за маммографии. What all the numbers for additional breast cancer переводят? Гипердиагностика это другое. Breast cancer cases and death because of mammography. Radiological effect of mammography. Мы не знаем сейчас этих данных пока. Это один момент, один вопрос среди множества вопросов. Наши усилия направлены на то, чтобы создать инфраструктуру базы данных на основании и литературных данных, и ту информацию, которые мы хотим. А что касается карциномы инситу и гипердиагностики, я считаю, что в данном случае мы сможем обнаружить случай инвазивного рака. Спасибо большое. Следующая презентация. Спасибо большое за эту платформу. Платформа очень впечатляющаяся, но у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы упомянули популяционный регистр. Как вы можете совместить все эти данные? Как они кодируются? Как вы их объединяете и интегрируете? И второе. Может быть, я не совсем понял из вашей презентации, как скрининговый регистр организован. Он также организован, как скрининговый регистр организован на региональном уровне. Инфраструктура. Конечно же, регистр раковых заболеваний является производным от скринированного регистра. Мы работаем очень тесно с патоморфологами для того, чтобы получить структурированный патоморфологический отчет. И мы пытаемся синтегрировать наши подходы и понимание терминологии, сгармонизировать не только на уровне Австралии, но и на уровне Евросоюза. У нас также имеется рабочая группа, в которую включены онкологи, патоморфологи, которые пытаются стандартизировать данный процесс. Потому что, как вы знаете, существует разница между лабораториями, между интерпретацией патоморфологами. У нас имеются стандартные данные в отношении работы всех стационаров в стране. И, конечно, мы пытаемся обеспечить тот факт, чтобы стандарты эти выполнялись и выполнялись достаточно строго. Необходимо, конечно, провести валидацию тех данных, которые существуют в литературе и те, которые существуют в нашем регистре. Также мы пытаемся создать, так сказать, подуровни, включая последние данные информационных технологий. Вы себе представьте, у нас население более 25 миллионов, вирус Мы сейчас включаем или пытаемся ввести тестирование на вирус попеломы человека и в отношении тестирования ранних стадий или предотвращения развития рака шейки матки. И, конечно же, мы пытаемся следить вот это именно движение потоков населения среди различных юрисдикций нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...